Привет, друзья! Рада снова здесь всех видеть и новеньких тоже. Привет-привет! Вот мы с вами снова встретились спустя столько времени, чтобы поговорить о картах Таро, о моих любимых, о ваших, я надеюсь, тоже, безусловно. Значит, мы здесь с вами собрались, чтобы обсуждать нашу любимую тему сочетания карт Таро. Кто меня не знает, представлюсь. Меня зовут Ольга Туз. И я, собственно, эти Таро преподаю, потому что буквально родилась с картами в руках, все детство с ними была, в юности отучилась и уже 15 лет успешно практикую и рада делиться своими знаниями с вами здесь. У меня на самом деле есть корыстный интерес в плане делиться с вами знаниями. Я думаю, вы заметили, что я стараюсь делать вот эти вот даже бесплатные вебинары, чтобы они были максимально полезными для вас, чтобы вы могли действительно уже сейчас взять пользу из этих вебинаров, использовать ее и успешно практиковать. Для чего мне это нужно? Для того, чтобы ересь в плане карт Таро не распространялась, чтобы люди понимали, что это такое, не боялись карт Таро и не боялись, собственно, их использовать, и чтобы это в жизни помогало другим так или иначе. То есть моя глобальная цель, она состоит именно в этом. И сегодня мы с вами обсудим прямо на примерах, очень четко, какие моменты нужно знать для того, чтобы правильно сочетать карт Таро. Ведь если у нас с вами лежат в раскладе две карты, неважно, они вместе лежат, они лежат на каких-то разных позициях, это абсолютно все равно. Они друг на друга влияют. Вот у меня король кубков вышел. И башня, не знаю, видно вам? То есть сама по себе башня, она имеет огромный-огромный спектр значений. Нам это понятно абсолютно. И король кубков тоже, у него характеристик очень много. Но вместе, в таком положении, они уже влияют друг на друга, они уже в связке. И я это сравниваю с двумя капельками воды, которые капнули рядом. Вот одна, например, окрашена в какой-нибудь голубой цвет, другая в красный. Их капнули, они соединились и слегка перемешались. Не полностью, но слегка друг другу оттенки разные, при этом сохраняя основной свой цвет, они все-таки дают. И как вот в этом разобраться, как это влияет на расклады, мы сегодня с вами подробно посмотрим. Есть несколько пунктов, которые помогают читать сочетание карт Таро. Рассматривать мы будем триплеты. Я всегда говорю, триплеты – самый худший расклад для новичка. Но их все делают, и что бы я ни говорила, их и будут дальше продолжать делать. И всегда они будут вызывать сложности. Поэтому давайте к ним перейдем, посмотрим, какие есть лайфхаки, какая есть помощь в том, чтобы читать триплеты. И может быть, вы будете лучше как-то их использовать. Ну и, конечно же, триплет – это самое лучшее средство для того, чтобы посмотреть, как карты вообще взаимодействуют между собой. Итак, что мы видим? Самое первое правило при чтении триплета – это обязательно обращать внимание на старший аркан, если он есть. То есть старший аркан задает общий фон раскладу. Если же вы смотрите какой-то вопрос, и старших арканов там нет, то это какой-то житейский, бытовой вопрос. Можно будет быстренько что-то с ним там порешать, что-то сделать. А вот старший аркан, он очень придает раскладу очень большой вес. Такой, знаете, прям весяще, можно так сказать. Расклад уже становится такой для нас очень важный, очень сложно изменяемый даже, возможно. И вот ко мне приходит клиент, который сейчас уже светится по телевизору. Я не буду говорить, кто это, честно вам скажу. Ну, мы с ним хорошо знакомы сейчас, дружим хорошо. В общем, у него был такой вопрос. Что мне даст участие в шоу экстрасенсов? То есть он думал, будет ли какой-то выхлоп, будет ли ему интересно, ему хотелось творчество, ему хотелось радости. И вот посмотрев на эти три карты, давайте ваши первые версии. Что вы видите? Вот просто как думается, так и говорите. Сейчас задача не дать какой-то правильный ответ. Сейчас задача подключить свою интуицию, попробовать, почувствовать карты. То есть у нас здесь первый аркан – это умеренность, вторая – королева жезлов, и третья карта – десятка жезлов. Что ему принесет участие в шоу? Первые ваши мысли давайте. Два-три хотя бы. Какие варианты есть? Думаем, думаем. Ну, подсказочка. Умеренность – это старший аркан. Умеренность. Здесь старший аркан. Так, вижу свой проект. Возможно. Успех, удача. Здорово. То есть мы видим, что в целом карты – это очень даже благоприятные, очень даже яркие. И, конечно же, наше внимание, умеренность привлекает на себя. Он будет очень проявлен, получит удовлетворение, но успех его обременит. Отчасти. Согласна, Юля. Довольно правильное замечание. И когда мы видим карты, у нас начинает, знаете, так разбегаться сознание. Что тут важно? Королева жезлов. Или, может быть, важна десятка жезлов. Ее вообще многие могут испугаться и сказать, что, блин, ну, расклад какой-то тяжелый. Тебе будет нелегко там. Тебе будет там тяжело. А мужчина этот шел именно за творчество. То есть ему хотелось творить, ему хотелось играть, ему хотелось проявлять себя. Ну, понятное дело, что он где-то там эзотерикой увлекается, но по большей части ему хотелось вот именно создавать такие образы. Ну, я думаю, что это не секрет. Так вот, старший аркан умеренность, он как будто бы покрывает своим вот таким навесом весь расклад. Он дает влияние и на королеву жезлов. То есть она теперь становится немножко такая утихомиренная, да? Хотя мы знаем, что королева жезлов, она прям, ух, огонь баба можно назвать. И десятка жезлов уже как-то теряет свою вот такую мощь, силу, тяжесть, что вот, о, я такой обремененный, я не вижу, куда иду и прочее. И в данном случае этот старший аркан говорит о творчестве в первую очередь. То есть это возможность балансировать, это возможность все приводить в гармоничное состояние и в то же время творить. И смотрите, у нас есть две огненные карты рядом. Это вот и королева жезлов, да, и десятка жезлов. Они, конечно, говорят о том, что мужчина-то там побегает, будь здоров. Побегает так, что мало не покажется. И творчество, опять же, подчеркивает здесь и королева жезлов. Она говорит, что тебе придется делать что-то очень яркое, что-то непосредственное, то, что ты никогда не делал. Но, но, под руководством, вот в данном случае умеренность показывает шефствующего человека, который говорит тебе, что делать. Плюс королева жезлов имеет, в принципе, меньше полномочий. Да, они у нее есть, свобода выбора и прочее. Но их меньше, чем, например, у того же короля. А здесь мы видим учительскую шефствующую фигуру, которая говорит, держи свой огонь при себе, которая будет как бы накрывать и говорить, нет, ты сейчас будешь двигаться в эту сторону, потом в эту, потом здесь сыграешь вот так, здесь сыграешь вот так, и тогда все будет нормально. Вот, ты будешь слушать меня, и тогда у нас с тобой будет баланс. Найдет ли он баланс с этим человеком? Да, конечно, найдет. Будет ли ему тяжело? Безусловно. То есть это и недосыпы, и когда нужно резко подорваться, встать, куда-то что-то делать. И очень большая нагрузка на это все. Безусловно. И отчасти вы можете посмотреть, что человек, который идет вперед, он не видит пути, он не видит, куда он идет. То есть мы сразу говорим, что весь сценарий до конца ты знать не будешь. И где-то, возможно, не всегда тебе его будут рассказывать. И тебе придется проявлять смекалочку. То есть вот прыгаем, да, с карты на карту, как бы вот рассказывая эту историю. Но здесь на самом деле есть очень большая логика. Вот ученицы меня поддержат, что мы логически прыгаем. Но тем не менее, всегда обращаем внимание на старший аркан. Он в целом говорит о ситуации. И в целом говорит, что да, будет очень активно, будет очень движово. Очень много творчества. Тебе придется подчиняться во многих моментах. Где-то это будет тяжело. Очень много будет нагрузки. Но тем не менее, это принесет тебе именно творческое удовлетворение. Это гармонизирует и твое желание играть, и твое желание проявить себя как экстрасенс. Понимаете, да? То есть умеренность, она здесь во главе угла. Поэтому, да, я ему сказала, что все будет супер. И в итоге, в принципе, так и получилось. Он сейчас участвует там еще и во втором проекте. Ему очень нравится играть. Очень нравится улыбаться на публику. В общем, снимать там всякие видосики. Участвует там еще и в других всяких проектах. В общем, парня понесло. Можно так сказать. Ну и удачи ему, собственно, в этом. Понятно? То есть первое, вы прям запишите себе на носу, на лбу. Это обращаем внимание на старший аркан. То есть он задает общий фон. Теперь приготовьтесь. Мы идем ко второму пункту. Сейчас будет чуть сложнее. Следующее, что мы смотрим в сочетании карт. Мы должны смотреть, какая масть преобладает в раскладе. И, соответственно, хорошо знать, как себя проявляет та или иная масть. И вот, значит, у меня выпал расклад. Смотрите, ситуация. Была девушка. Про эту девушку, мою клиентку, на прошлом курсе Таро наслышаны. Очень много раскладов из этой ситуации мы посмотрели. Я думаю, ученицы мои ее уже узнали. В общем, влюблена она была в тренера. Но тот вроде как, вот знаете, и флиртовал, и что-то там, и то-се, но не делал каких-то вот прям шагов навстречу. Она свободна, он свободен, все хорошо. И тут она принимает решение, что, вы знаете, вот такие вот перетяги, они что-то как-то ни к чему не приводят как таковому. Вот как-то все очень странно. И он и шаг первый не делает. И она как-то вот вроде пыталась какие-то шаги делать. И все равно ничего не склеивается. А потом по итогу она сидит и думает, о нем переживает, она влюбляется, время идет. Было ощущение, что она тратит свою энергию не туда. Вот зачем на него тратить энергию? И в итоге она решила сообщить ему, это было тяжелое для нее решение, что она собирается уходить с тренировок. То есть это их последняя там будет тренировка вместе. Она больше не будет с ним тренироваться. И вот она решила посмотреть, как эта тренировка пройдет. Как мужчина в итоге отреагирует. Ваши предположения, естественно. То есть вы уже успели посмотреть расклад. Для тех, кто, может быть, плохо знает карты. Первая карта у нас восьмерка кубков. Второй паш кубков. И третья королева кубков. Как пройдет тренировка. Ну, то есть, знаете, так называется. Вайп. Общая атмосфера тренировки. Как она будет проходить? Как она будет протекать? Ваши мысли. Хорошо, плохо, классно, весело, активно. Что это будет? Давайте, друзья. Первое впечатление. Мы сегодня с вами работаем вместе. Так, именно считают, что паш кубков смотрит на нее. Хотя, вот смотрите. Сейчас покажу пока. Вот королева, да? Она смотрит на пажа. Вот паш. Он смотрит на восьмерку кубков. Да, наоборот, верно. А восьмерка кубков показывает выход из ситуации. Что, нет идей? Так и пишите. Минус. Ничего не пойму, ничего не знаю. Что это значит? Какие это вообще картинки непонятные? Ну, давайте разбираться. Будет напряжение, считает Анна. Так. Хороший вариант. Используя вот этот вот второй прием, смотрим, какая масть преобладает в раскладе. Мы видим, что все три карты выпали кубками. Сначала преобладает горечь. Далее она поймет, что новые чувства ее ждут впереди. Тоже можно здесь это увидеть, Юлия. Согласна, хороший пример. И вот все кубки. Ну, давайте вспоминать, что такое тренировка. Это что-то суперактивное. Мы приседаем, отжимаемся, прыгаем, бегаем, занимаемся на скакалке. Это что-то очень похоже на что? На жезлы. Как минимум, хотя бы. Вряд ли это будет похоже на Пентакли. Где мы сидим, расслабляемся, едим пирожные. На тренировках этого не делают. Вряд ли это похоже на мячи. В конце концов, тренировка не по шпагам. Я не помню, как этот спорт называется, если честно. То есть, не будет такого. Ну, и на кубки тренировка мало похожа. Что такое кубки? Это эмоции. Это чувства. Это какие-то душевные волнения. Это какая-то психология. То есть, что-то вот такое прям. И все три карты. То есть, представляете, насколько они усилены. Они показывают, что от тренировки не останется и следа. Будут только чувства, переживания. И вот это вот все. И мы уже таким образом понимаем вот это вот настроение. Вот этот вот вайп расклада. Также мы видим восьмерку кубков. Это очень цикличная карта. Очень прагматичная карта. Которая за что-то такое, знаете, принципиально земное. Такое вот прагматичное. То есть, девушка говорит, я ухожу. Я ухожу. Мне не нравится. И причем эта карта показывает, что уходит она в очередной раз. И это действительно так. То есть, она циклична. То уходит, то приходит. То уходит, то приходит. Нервы всем мотает. Понимаете? По этим кубкам. И ему, и себе. И вот в очередной раз она уходит. И мы уже можем предположить по этой карте, что шанс, что она уходит надолго. Как бы не навсегда. То есть, скорее всего, пройдет опять какой-то цикл. И она к нему снова вернется. Но сейчас она понимает, что ей здесь чего-то не хватает. Чего ей не хватает? Да хоть каких-то действий от него. Хоть каких-то предложений. Об этом говорит следующая карта. Паш кубков. То есть, он даже смотрит в эту сторону. В сторону восьмерки кубков. То есть, ну вот хоть что-то сделай. Я же сижу, жду. И вот она, королева кубков. Я сижу, жду тебя вся такая влюбленная, чувственная, невероятная. Смотрю на тебя, как на идеал. Вы посмотрите, как она вцепилась в этот кубок. И прям смотрит на него. Моя прелесть. Мои чувства. Мое сердце. Моя любовь. Я же жду. А Паш кубков от нее отвернут. И говорит, ну что-то так вот не получается. Вот, понимаете, да? Ну и плюс, это уже не касается вот самой масти, да? Но тем не менее, мы можем посмотреть, кто есть кто. Что мужчина здесь. Если выпадают две фигурные карты, вероятность, что они значат именно тех людей, которых мы смотрим, близится к 100%. Близится к 100%. И здесь у нас Паш кубков. Это какой-то такой флиртующий мужчина, которому вечно что-то не хватает. Опять же, соединяем, да, с восьмеркой кубков. Вечно он где-то недофлиртовывает, где-то недопредложенчичит, где-то что-то у него не хватает там сил. И вообще ведет себя порой как женщина. Королева кубков здесь очень сильно отсвечивает в этом плане на него своей такой женской энергии. То есть вот такой вялый, пассивный Паш кубков у нас получается. Он сам по себе не имеет никакой власти и ничего не решает. А здесь так вообще, да, и что мы с этим со всем будем делать добром. То есть мы видим от него какое-то предложение на этой тренировке. И Паш кубков смотрит в сторону восьмерки кубков. Вы видите, да, уже сколько я болтаю. То есть по трем картам можно там вообще всю подноготную, всю историю рассказать. Это я еще очень кратко стараюсь. Поэтому если что, вы меня тормозите в комментариях. Потому что читать карты я могу очень долго. Значит, он смотрит в сторону восьмерки кубков и говорит, ну ты уходишь, ну ты вернись. Я клиентке так и говорю. Он будет говорить, да, конечно, уходя, уходи и закрой со собой дверь. Но вернись ко мне потом. Ты только не пропадай. То есть что-то такое я сказала. А королева кубков на все это добро смотрит и такая, ой, не знаю, не знаю. Как-то вот прям что-то защемило в груди, как говорится. У меня здесь возможности как-то дальше двигаться. Ну не особо. То есть пообещать я могу, а что-то там дальше решать, ну вряд ли. Почему я так думаю? Потому что Паш Кубков так же дает на королеву кубков свой оттенок такой нерешительности. Типа да-да-да, пла-па-пла. И вот это вот все. Так, она эмоционально более зрелая, чем он. И он абсолютно не настроен на что-то серьезное. Безусловно, Юлия. Конечно. Это здесь очень хорошо видно. Именно по Пажу, да, по регалиям и по королеве кубков. То есть это очень зрелая женщина, которая, ну, все понимает, все знает. А Паш вообще здесь вышел не самый лучший. И кругом кубки, кубки, кубки. То есть никаких действий, никаких действительно мыслительных процессов, нет конкретики, нет пентаклей. Есть только чувства, эмоции и прочее. Я и сказала, что он тебя, возможно, будет просить вернуться. То есть вот ты не уходи. Никаких конкретных действий от него не последует. Ты на это все будешь смотреть, переживать. Тренировки толком не получится. Стоит ли вам говорить, что так все и произошло? Что они там только и делали, что грустили, переживали. Она там вся испереживалась. Он там весь испереживался, то обиделся от нее, ушел, то снова пришел. В общем, вел себя, как истинный Паш кубков, совмещенный с восьмеркой кубков и королевой кубков. То есть вот таким образом это проигралось. И, в общем-то, клиентке после этого стало гораздо легче. Она такая, понятно, ну, как бы делать мне здесь больше нечего, по большому счету. Я могу со спокойной душой отстраниться, уйти и не переживать. На этот счет. Это вот второй лайфхак. Это смотреть преобладание масти в раскладе, потому что она дает тоже очень сильный оттенок. Особенно если вот в таких раскладах она повторяется. То есть все три карты говорят только о чем-то об одном. Итак, идем с вами дальше. Третий лайфхак. Смотреть, как взаимодействуют персонажи карт друг с другом. Вот я сейчас отчасти вам это уже показала. Но здесь тоже очень классный пример, кто куда в какую сторону смотрит. То есть ко мне приходила клиентка, она спрашивала, как ей выйти из отношений. Не секрет, что женщине довольно-таки тяжело выходить из отношений или там тем более уже разводиться. Женщины очень долго думают, очень много думают. Это обычно там для мужчины. О, что у нас было, что-то не так. Вот так происходит. А женщина, она может вообще годами думать, думать, и потом в итоге выйти. И вот значит она уже созрела на то, чтобы подавать на разбор и прочее, прочее. Ситуация в браке давно запущена. С чего ей и начать? И вот здесь у меня приписка. Иногда карты отвечают очень дерзко. Юля, это тема, на какие вопросы отвечают карты. У меня этому посвящено два урока. То есть это немножко другая тема. Сегодня я вам показываю, как карты сочетаются друг с другом. Но чуть подальше мы немножко тему вопросов затронем. Потому что там тоже есть фишечки. Я вам расскажу, как правильно задавать вопросы хотя бы чуть-чуть. Хотя бы вот верх айсберга мы затронем, чтобы было понятно. Итак, кто же здесь у нас эта женщина? Ну, мы сразу видим королеву Пентакли. Вот она, замужняя женщина. Вот она сидит, думает, значит, о своем комфорте, о своем Пентакли, что же ей дальше делать, куда ей дальше двигаться. То есть карты должны ответить ей, что ей дальше делать. И вот давайте посмотрим, как персонажи карты взаимодействуют друг с другом. От чего отвернулась королева Пентакли? Она отвернулась от тройки Пентакли. Куда она смотрит? Ну, понятное дело, что на Пентакли. Но в какую сторону она повернута? Она повернута к тузу жезлов. То есть буквально мы уже видим, что расклад мы будем читать вот так. Видите, да? То есть сами карты, само положение карт нам это подсказывает. И что же у нас такое тройка Пентакли? Часто ее соединяет с числом 3. Рисуют там ей всякие треугольники и прочее. Это большая ошибка. Я на курсе подробно рассказываю, почему это не треугольник. В данном случае, если говорить кратко, то есть, например, туз Пентаклей. Это один Пентакль. Потом идет двойка Пентаклей. Уже два Пентакля. И вот здесь получается такая мысль, что один Пентакль работает вместе с другим Пентаклем. И у них получается какой-то третий Пентакль. То есть, если у нас в математике один плюс... Ну, я пишу, конечно, прекрасно. Один плюс один равно три. То в математике второго у нас один Пентакль плюс второй Пентакль дают три. Вот такая нумерология. Это если кратко объяснять. То есть, два Пентакля потрудились, и у них родился третий Пентакль. Поэтому нередко тройка Пентаклей указывает на какое-то общее творческое дело. На беременность. На все вот эти вот рожденные общие проекты и прочее, прочее. Туз Жезлов предлагает проявить внезапную решительность. Королева Пентаклей должна сделать шаг из брака как выход. Конечно, Юля, совершенно верно. То есть, вот туз Жезлов – это рывок. Причем рывок такой, знаете, вот как огненный гейзер, который пыщ и просто сносит все. Это какой-то взрыв. Это какой-то вот шквал огня, шквал действий. Он вышел. Это огромная энергия. И это новое действие, вы видите, вот эта вот рука, она просто из воздуха, да. То есть, мы можем вспомнить рассказы теории Большого Взрыва, когда не было ничего, и была пустота, и была лишь одна точка в пространстве, которая пыщ и взорвалась. И вот теперь есть мы, есть Вселенная, и все на свете. Так вот, из этой точки создался туз Жезлов. То есть, Жезлов не было. Но тут произошло рождение масти. Это какое-то новое действие. Это какой-то новый выход. И самое главное, да, здесь очень много энергии. И это единоличный выход. То есть, это я делаю. Я один создаю что-то. Творю свою жизнь. Творю свой комфорт, свои действия. То есть, туз Жезлов, опять же, он окрашивается Королевой Пентаклей. Видите? То есть, я творю сама свою личную жизнь. Я творю свой комфорт. Я творю свое здоровье. Свой уют вообще. Свои плоды действий и так далее и тому подобное. То есть, я иду и делаю это. И от чего отвернулась Королева Пентаклей? От Тройки Пентаклей. Тройка Пентаклей – это как раз таки вот первый Пентакль, второй Пентакль делают вместе третий Пентакль. То есть, буквально от семейной жизни. И когда я вот вижу вот такое сочетание плюс Королевой Пентаклей, я девушку сразу спросила, а не требует ли муж ребенка? Ну, то есть, не говорит ли я, может, нам завести там кого-нибудь? Вот это вот все. Она говорит, требует. Меня это и пугает. Я тут разводиться хочу. А он говорит, давай ребенка заводить. Ну, какого ребенка? То есть, она буквально отворачивается от этой вот общей совместной работы, понимаете? Для создания дальнейшего продолжения рода. И говорит, не-не-не, я пошла искать мир других мужчин. О чем? А почему я говорю, что карты могут отвечать дерзко? Здесь очень рьяно показано. То есть, что это что-то должно быть новое, что-то прекрасное, неизведанное ранее. Вот от этого я хочу уходить. Потому что я сама создаю свой комфорт. У меня достаточно сил, энергии и действий, чтобы это сделать. То есть, буквально карты ей так и ответили. Пожалуйста, хочешь, иди, двигайся дальше, делай что-то с этим сама. Поэтому обязательно обращаем внимание на то, как персонажи смотрятся на картах, куда они смотрят, в какую сторону. Но нам это очень часто подсказывает, как вообще этот расклад читать. Понимаете, да? Все. Давайте тогда перейдем к четвертому лайфхаку. Четвертый лайфхак состоит в том, чтобы смотреть, какие карты преобладают динамики и скорости или замедления и остановки. И вот здесь вопрос. Это был мой вопрос. Мне нужно было знать, позвонит ли мне подруга до конца дня. Ну, то есть, там, условно, до 12 ночи. Мне хотелось с ней поболтать. Она что-то там была очень занята. И, в общем, я думаю, напишет она мне сегодня или нет. Или я пойду займусь какими-то другими делами. Ну, вот опять же, как мы обсуждали с Джамилёй, да, сегодня. То есть, заранее посмотреть, чтобы не переживать и сделать выбор. Вот ваши варианты, друзья. Что здесь выпало? Позвонила она мне в итоге до конца дня или нет? Давайте. Скажите мне свои вариантики. Здесь у нас отшельник, десятка мечей и колесо фортуны. Давайте. Кто считает, что позвонила, ставим плюс. Кто считает, что не позвонила, ставим минус. Варианты, друзья. Думаем, думаем. Так, вижу минусы. Не позвонила, не позвонила, не позвонила. Ну, конечно. Когда я вам сказал лайфхак, уже легче отвечать. Молодцы. Конечно, она не позвонила. Это сразу стало понятно. Но сбить с толку может колесо фортуны, которое очень движевое, очень активное. И оно говорит, что прям двигаться надо здесь и сейчас. Но давайте посмотрим. Отшельник. Активная или пассивная карта? Конечно, пассивная. Господи, никуда он не движется, никуда не собирается. Никакой динамики здесь нет. Именно почему отшельник говорит. А, или только отшельник говорит, что не позвонит. Не-не-не, сейчас разберем. Не могу оторваться от своего кофеечка прекрасного. Итак. То есть отшельник, да, пассивная карта. Почему я говорю про динамику, скорость, замедление, остановки? Потому что позвонить другому человеку – это активное действие. И, соответственно, когда я смотрю расклад… Да, конечно, три карты на один вопрос. Мы смотрим усложненные триплеты сейчас. Но этому тоже можно научиться. Не переживайте. Все гораздо проще, чем вы думаете. Я ищу здесь динамику. Ищу динамику, ищу активность, ищу скорость, потому что человек должен предпринять какие-то усилия, чтобы выйти со мной на связь. Отшельник этого не хочет. Он вообще сидит весь себе, смотрит на свою звездочку, и никакие активные деятельные моменты вообще ему не нужны. Десятка мечей, ну, сказать, что эта карта пассивная – это ничего не сказать. Она просто пассивнейшая. Здесь вообще идет обрыв связи, отключение мозга, забывание вообще, все что угодно здесь может быть. Мы, кстати, Десятку мечей очень подробно рассоливаем, чтобы вы вообще понимали, как она действует. Очень интересная карта во многих моментах. И может иногда даже показывать очень крутые, классные какие-то происшествия. Хотя, казалось бы, да, но это так, я уже отвлекаюсь от темы. То есть по Десятке мечей, конечно, мы видим, что тоже нет. То есть вот прям вот пассивная карта, пассивная карта. Колесо фортуны – активная карта. Но она одна из трех. Это первый момент. То есть у нас есть две пассивные карты, одна из которых тоже Старший Аркан. Вместе с Десяткой мечей. Это очень сильно. Но если мы очень хорошо знаем значение всех арканов, всех карт, мы понимаем, что Колесо фортуны здесь не говорит ни о каком дальнейшем действии. Не говорит о том, что дальше что-то будет происходить. Оно говорит о том, что вот эта вот ситуация, Отшельник и Десятка мечей снова повторяются. Понимаете? Она снова не позвонит. И действительно были такие моменты, когда вот она так обещает-обещает и не звонит. Обещает-обещает и не звонит. Там занята какими-то своими делами или забыла или еще что-то. И карты буквально так и отвечают. Она снова забыла. Она снова занята своими делами. Она снова там ушла в себя. Вот так просто. Но мы это поняли, посмотрев на то, какие карты здесь есть. И видим, что да, это карты замедления, это карты остановки. А в вопросах активности, действий и прочего нам, конечно, вот эти карты страшные совсем не нужны. Поэтому четкий ответ, вы правильно сказали. Нет, не позвонит. Совершенно верно. Что ж, идем дальше. Пятое. Сочетание ключевых моментов в картах. Какие подчеркиваются, а какие противопоставляются. И это мой последний вам лайфхак на сегодня. И берем мы достаточно сложный вопрос. Знаете, такие вопросы, когда ошибиться страшно, плюс есть достаточно сильная эмоциональная вовлеченность. Но опять же, если мы хорошо учимся читать карты таро, то даже такие вопросы нам становятся не страшны. Этот вопрос я разбирала на прошлом потоке с девчонками с первого потока курса таро. Давайте посмотрим здесь. Вот вопрос. Выживели кошка? Какие ваши впечатления? Тоже десятка мечей присутствует. Какие ваши впечатления? Ну, опять же, ставим. Ну, расклад давно проигрался. Понятное дело, я уже знаю ответ. Плюс выживет, минус умрет. Какая была ситуация? Значит, это кошка моей мамы. Мама нашла кошку в очень плохом состоянии, в огороде. То есть она, видимо, чем-то отравилась. Очень тяжело дышала. И тахикардия, и все на свете. Там, в общем, все было плохо. Кстати, можете обосновывать, почему да или почему нет. В общем, кошечке было очень плохо. Напоили ее всеразличными лекарствами. Все равно это не помогало. И, в общем, время уже там три ночи. Никакие, вид, клиники ничего не работают. Мама мне просто начала писать, посмотреть, выживет она или нет. Потому что кошка очень любимая, очень классная. Будет находиться на грани между жизнью и смертью. Но карта мир говорит, что выживет, ибо перекрывает остальное. Угу, Юля уже поднатаскалась сегодня, вы заметили. Уже блещет знаниями. Так, ну вижу плюсы. Вижу плюсы. Вы такие очень оптимистичные все. Молодцы. В прошлом, на прошлом потоке, когда я смотрела, у меня все кошку закопали. Чтоб вы понимали. Вы ставите плюсы. Давайте посмотрим, что здесь у нас происходит. Конечно, мы обращаем внимание на старший аркан мир. Но мир еще и означает уход из тела. На самом-то деле. И здесь он может в этом плане сбивать с толку. Но при этом это довольно-таки гармоничная карта. То есть говорит ли она о смерти? Да, может говорить. Говорит ли десятка мечей о смерти? Конечно, напрямую. Абсолютно. Но следом идет двойка пентаклей. Да? То есть которая говорит, да-да, нет-нет. Не знаю. Которая точно не говорит о смерти, а говорит о плохом состоянии. То есть серединка наполовинку. Как будто бы организм борется. Организм пытается справиться с этим. И в данном случае двойка пентаклей здесь стоит последней. Последней. При этом, если мы видим эту двойку пентаклей, мы возвращаемся вот в эту вот тему, где мы выбрали, что вот здесь у нас есть смерть и здесь смерть. Они подчеркиваются. Дальше с двойкой пентаклей не клеится. Возвращаемся снова в эту тему и вспоминаем. Ага, карта мир. Это еще и карта завершения чего-то. Чего? Десятки мечей. Кризисной ситуации. Выход из чего? Из кризисной ситуации. Понимаете? То есть здесь вот очень сильно подчеркиваются противоположные значения. То есть сначала мне было очень плохо в десятке мечей. Потом, с одной стороны, противное от этого состояние. Я выхожу в комфортное, защищенное состояние. Это изменение. Изменение. Но оно переходит от десятки мечей. То есть бывают карты, которые между собой перекликаются одинаковыми значениями. И в одном из недавних вебинаров я вам это показывала. А бывает, что они контрастируют друг с другом, подчеркивая контрастные значения. И десятка мечей здесь явно негативная. Явно. Ее незачем здесь подчеркивать. Но при этом мы видим карту выхода. И видим, что первое время состояние будет такое. Да? Серединка наполовинку. И нужно будет кошечку лечить. Кошечку лечить и справляться с ней. И действительно, кошка ночь пережила. То есть я там уже по Харару смотрела. Уже там другие инструменты использовала. Видела, что будет пик в 5 утра. И будет самое плохое состояние. Потом она из этого пика выйдет. Так и произошло. То есть в 5 утра совсем было все тяжело. Утром она уже проснулась. Начала пить водичку. Днем она уже немножечко поела. И в общем, ты-то-то-фу. Кошка жива-здорова до сих пор. Все отлично. Все прекрасно. Но вот такой расклад очень показательный, который заставил меня снова внимательно посмотреть сочетание ключевых моментов. И в итоге маме я верлик дала, что кошка выживет. Хотя, повторюсь, когда показывала своим друзьям, коллегам, да, или еще кому-то, все говорили, что шансов никаких нет. Но вот эта вот двойка пентаклей, она заставила буквально пересмотреть остальные две карты и их взаимодействие. Потому что иначе бы, если бы мы посмотрели вторичные значения, двойка пентаклей сюда бы не вписывалась ни в коем разе. Понимаете, друзья? Вот такие вот фишечки есть по сочетанию карт. Как вам информация? Все ли было понятно? Может быть, есть какие-то вопросы? Жду вас у себя на обучении. Начинаем мы уже 14 августа. Буду подробно рассказывать, как работать с картами, как читать даже самые сложные расклады на самые сложные вопросы. Я хочу представить вам своих учеников. Это девочки с прошлого потока, которые стали мне как родные. Даже не как родные, а, скорее всего, родные. Столько вместе пройдено, столько раскладов у них посмотрено, разобрано. Все о них знаю, они все знают обо мне, пока мы курс проходили. И я бы хотела сегодня вас друг другу представить, ну и поспрашивать их, как вообще им курс, чтобы вот они прям честно перед вами рассказали, почему они решили здесь у меня учиться и как им это обучение помогло. Так что, с вашего позволения, я сейчас буду начинать. Начинать, значит, Анжелина у меня здесь есть. Анжелина Кадырова. Да? Пригласим в эфир. Так, Анжелина, выслала тебе приглашение. Заходи, пожалуйста. Всем здравствуйте. Привет, привет, красоточка. Как меня слышно, все хорошо? Я тоже безумно рада вас видеть, Ольга. Да, видно супер. Ну что ж, давай расскажи, пожалуйста, почему вообще в феврале месяце ты решила идти учиться на Таро Камне. Расскажи свой путь. В общем, начну немножечко с самого начала. Меня зовут Кадырова Анжелина. Второй я не была новичком. У меня уже имелась база. И база достаточно хорошая, я считаю. Я уже практиковала, у меня были свои клиенты. И здесь я увидела, что в школе 11-й дом появился новый, очень интересный преподаватель в роли Ольги Туз. И меня очень заинтересовала программа этого курса. И я решила, честно скажу, думала-думала идти, не идти. Потом я сделала расклад, посмотрела, что я получу от этого курса, как я дальше смогу применять в своей работе то, что я возьму от этого курса. И карты мне показали прекрасную картину, что этот курс даст мне развитие. Но, соответственно, так и получилось. Я хочу отметить, что имея уже базу знаний от курса Таро, Мир Таро у Ольги Туз, я получила новые грани, которые так мне не хватало. То есть, казалось бы, карта, которую ты знаешь уже вдоль и поперёк, но она настолько раскрывается. Хочу отметить, что вот чего мне не хватало, да? Мне не хватало знаний касаемо перевёрнутых карт. У меня не было знаний касаемо взаимодействия стихий в раскладах. Для меня это было просто открытие. Просто открытие. Это вот то, что вы нам вот это показали. Стихии, перевёрнутые карты, и как они взаимодействуют. Вот именно числовой порядок стихии и само значение. Казалось бы, что нужно знать значение карт, как они взаимодействуют друг с другом. Но нет, нет. И, в общем, сразу я стала... У меня теперь расклады, они действительно как фильм, как картинка. Как вы и говорили у нас на уроках, что карты рассказывают, показывают фильмы. Действительно, так и есть. Историю. Историю рассказывают, да. Хочу сказать большое спасибо. Действительно, друзья, все, кто только думает идти, не идти на курс Тарок Ольги, я вам действительно искренне рекомендую. Независимо вы новичок, не новичок, практикующий специалист. Вот я бы даже посоветовала практикующим специалистам пройти курс Таро у Ольги Туз. Действительно, искренне честный отзыв. Анжелина, ты ответила на все вопросы, которые я хотела тебе задать. Просто сразу. Спасибо тебе большое. Здорово, что ты задела тему именно того, что Таро – это система. Да. И в ней действительно пересекаются и стихийные моменты, и нумерология, и много еще чего, что мы проходим. То есть карта – это живой организм, который дышит, который рассказывает нам истории. И я очень рада, что ты этот навык приобрела. А можно еще два слова? Еще два слова. Именно у вас, как и преподаватели, очень важно для меня, несмотря на то, что у меня очень водная карта, я такая рыба, рыбная, так скажем, но мне в преподавателе важно, чтобы была структура. Вот тогда действительно у меня все укладывается. И вот тем девочкам, мужчинам, неважно, тем студентам, которым важна структура без воды, вот, пожалуйста, к Ольге Туз, четко, структурировано, все по делу. Все, спасибо тебе большое. Еще буквально такой моментик касательно обучения. Что бы ты посоветовала новым студентам, которые будут приходить? Просто довериться, довериться Ольге, практиковать, слушать, купить красивый блокнот, ручку и все записывать. Я исписала свой любимый блокнот, повторюсь, я практикующий торолог, который пришел на курс. Я исписала целый блокнот. Спасибо. Супер. Ну, я очень рада. Спасибо. Супер. Анжелина, спасибо тебе большое, что уделила время. Очень рада была тебя видеть. Успешной тебе практикой торологии. Благодарю. Всего доброго. Пока-пока. Так, друзья, это была Анжелина. Сейчас мы попробуем найти Анастасию. Анастасия, ты здесь? Так, так, так. Ага. Вот, сейчас я тебя добавлю. Секундочку. Так, выслала приглашение. Ждем, когда Настя присоединится. Добрый день всем. Настя, привет. Здравствуйте. Вот мы и улыбнулись с тобой, наконец-то. Да, здравствуйте. Так, ну, расскажи, пожалуйста, как ты пришла в Таро и почему ты решила прийти на курс именно ко мне? Ну, я училась в школе 11-й дом на Наталье Астрологии. Вот, очень хотела себя как бы саму познать, да, разобраться в себе. Увидела, что как раз запускается новый курс Таро. Мне всегда было Таро интересно, но я была к нему как бы предвзята в том плане, что меня запугали, что Таро – это что-то страшное, это что-то такое чёрное, это такое вот опасное, так сказать. И я всегда сторонилась. Вот, но почему-то, когда я увидела вас, да, посмотрела водные вебинары, вы как-то очень расположили к себе, мне стало действительно интересно, я поняла, что Таро, всё, что мне до этого говорили, это какая-то, ну, чушь. Вот, и что это отличный инструмент, который поможет человеку понять себя, да, да, то есть мы можем с помощью карт что-то для себя понять, предостеречь в какие-то ситуации, разобраться, и ты таким образом берёшь, как бы, свою жизнь в руки. То есть я хотела не ходить, как говорится, по бабкам, да, вот, ну, чтобы мне там гадали, не зависеть от кого-то, а хотела, чтобы я сама себе могла помочь. Вот, поэтому я и послала... А как ты сейчас конкретно используешь Таро, как помогаешь себе с помощью Таро? Я делаю себе расклады на месяц, мне это очень сильно помогает, то есть я уже понимаю, что у меня предоставит, что ждёт. Вот, я делаю расклады, если у меня какие-то проблемы на работе, то есть вот с коллективом, да, то есть при помощи Таро я могу понять, что мне там, ну, не то что сделать, ну, вот, какие острые, так сказать, углы мне обойти, вот, в отношениях с другими людьми. То есть я в основном на построении отношений делаю расклады, смотрю, какие энергии, то есть вот как Анжелина рассказывала, что очень важны тут стихии, которые никто не знал. То есть Ольга дала нам ключ к Таро, чтобы мы действительно сами понимали, не так, как по книжке заучиваешь, что вот такая-то карта, это только вот это. Нет, тут при помощи вот этих ключей ты можешь трактовать карты вообще абсолютно по-разному. Видеть их отдельные грани каждого Аркана. Как они подсветиваются. Вот в этом, кстати, самое сложное. И очень здорово, что ты это научилась делать. Я очень за тебя рада. Спасибо. Ты можешь дать рекомендации тем, кто будет сейчас приходить учиться картам Таро? Да, я могу дать. Вот тут мне действительно тоже помогло. Ведите обязательно дневнички. Можете делать, как я, карта дня. То есть вытаскиваем, записываем, потом в конце дня смотрим, как у нас проигрался вот конкретный Аркан. Также... Практика. Это вот, да, очень хорошая практика. Также я расклады тоже свои, которые делаю, я обязательно фотографирую. Вот. Я записываю сама для себя голосовые и потом в конце месяца переслушиваю и смотрю, как у меня, допустим, вот это вот проигралось. Это тоже очень сильно помогает. Так что в основном, да, введите дневнички, записывайте. Это очень важно. Практика нужна. Все, супер. Я согласна с рекомендациями полностью и хочу отметить, что действительно ты была на курсе одна из самых таких активных, которая взялась прям до карты, постоянно делала расклады. Я видела, как ты росла со временем. Ну, меня это радует. Поэтому я желаю тебе удачи на этом пути и дальше, чтобы карты тебе помогали. Спасибо. Ну, тогда с тобой. Почтаю. Давай, пока. Так, друзья, на старте дальше у нас Джамиля. Сейчас я ее найду. Так, 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 так. И приглашу в эфир. Джамиля выслала приглашение. Всем привет. Привет. Знакомьтесь, еще одна моя прекрасная ученица, которая дипломница, да? Ты же защитила диплом? Да, я прям всех девочек вижу и думаю, ой, так тепло на душе. Такие хорошие восприятия. Сейчас у нас местный сабантуйчик, да? Шабаш. Хорошо. Расскажи, как ты пришла втором и почему ты пришла именно ко мне на обучение? Ну, вообще, я в школе 11-й дом проходила другие обучения, в том числе изначально я проходила обучение по колоде Монара. Какой-то период я прям активно практиковала, то есть мои девочки ко мне приходили. Монара – очень крутая колода для отношений, и мы очень много чего разбирали в плане отношений. Но в какой-то момент, это было примерно декабрь-январь, вот последние, которые только прошли, да, я поняла, что этого мне недостаточно, и я уперлась в какой-то свой потолок, и мне не хватает знаний и данных по картам по основной колоде для того, чтобы расширять спектр своих знаний, давать информацию девочкам по поводу отношений более развернутой, более глубоко. И плюс еще в этом году у меня стало достаточно много запросов именно по бизнесу, по работе, или даже мужчины, которые там давно уже в бизнесе, задавали вопросы, как мне поступить в той или иной ситуации спорной. И мы даже разбирали с вами один из раскладов таких, которые по бизнесу были, Кельтский крест. И, кстати, после этого он все-таки меня послушал и сделал так, как мы рекомендовали то, что мы разобрали, и, слава богу, он не попал ни в какую ситуацию, потому что, как только знаю, там все-таки какая-то заварушка случилась. А ты помнишь, а мы были уверены, что он не послушает? В любом случае, мы прям расстраивались. Да, он не хотел слушать. Я вам потом сделала скрин и отправляла в общий наш чат, что он написал прям до последнего не хочется верить и принимать ту информацию, которую ты сказала. Но я, говорит, понимаю на уровне подсознания, что все-таки ты в большинстве того, что ты сказала, ты права. Ну и там был очень скептик по поводу Таро. Он просто говорил, нет, это все ерунда. Ну, пришел ко мне в контакте с этим вопросом. И потом он сказал, ты попала в такие тонкие моменты в информации, которые вообще ты не знала. Я тебе не говорила этих данных. И на основании этого он принял решение послушаться и принять тот вариант, который мы ему предлагали. И очень этому рад. Кстати, мужчины-скептики только так и колятся. Им нужно на Таро прям все-все-все рассказать, показать, что это работает. Ну, конечно, это в большей степени и твоя заслуга. Ты большая молодец, ты была очень усидчивая на курсе. Я стараюсь. И можешь ты рассказать, в чем конкретно тебе помогают сейчас карты Таро, как ты их используешь в своей жизни? Бывает очень много своих личных вопросов, бытовых, в отношениях, по работе, каких-то спорных ситуаций, когда ты просто сидишь и не знаешь, что происходит на той стороне. Часто это в отношениях происходит. Я беру карты, делаю выдох, раскладываю, и я понимаю, что в голове на текущий момент у человека. Исходя из того, что я раскладываю, я честно скажу, я один раз даже у молодого человека своего спросила. Я говорю, у меня расклад про то, то, то. Говори, что правда. Я видела, что он зажался, но потом сказал, вот это правда, да, так и есть. Он признался. И я поняла, что эти расклады, они помогают просто внутренне понимать, что в голове у человека, и не делать скоропалительных каких-то решений, действий, которые будут играть против тебя в будущем. То есть делаешь расклады, когда ты видишь, что человек сейчас переживает, что ему нужно время там и прийти каким-то выводом, признать свои ошибки, ты оставляешь его в покое, не пишешь, не звонишь, где ты, что ты, почему ты не отвечаешь мне. И в какой-то момент он просто сам переваривает, приходит, и ты понимаешь, что все правильно. Ну, кстати, по поводу того, что думают другие люди и прочее, это же все информация, что планируют даже. Вот даже когда там будет ли действовать мужчина в твою сторону, стоит ли сидеть его ждать или уже ладно, и пойти заняться другим, это всегда информация. Информация, как говорится, правит миром. Если ты владеешь информацией, ты всегда спокоен, уверен в себе и можешь принимать какие-то верные, обдуманные решения. Это очень здорово. Расскажи, какие рекомендации ты бы дала людям, которые сейчас планируют идти на обучение по Таро? Я, конечно, слышала, что девочки сказали. У меня, в принципе, с ними тоже солидарность и по поводу введения дневника, и по поводу блокнота исписанного и так далее. Лично к вам у меня предложение посидеть и составить методичку именно для курса вашего, потому что есть моменты, которые прям нужно выделять, фиксировать, и было бы прикольно, если бы методичка уже вами была составлена. Не такая, что там конспект записан, а такая, в которой прям продумано, где что вписать, в какой сфере. Прямо намного было бы удобнее. Вот, по поводу... Сейчас так говоришь, и создается впечатление, что методички создаю не я. Нет, там, смотрите, методичка, она создана в том плане, что там уже информация вся прописана, а было бы интересно оставлять места именно для конспектов, для записей. Ну ладно, это мы с вами с вами будем. Нет, я поняла тебя. Прикольная идея, как рабочая тетрадь. Да, да, да. Для таролога. Вот. Вот, здорово. Ну, я бы прям поучаствовала... Прошу прощения, одну минуточку. Ладно, давайте мы Джимилю, не знаю, отключим, не отключим? Нет, я только на одну минутку открыла, да. Вот. Хорошо. Что бы я порекомендовала тем, кто сейчас собирается на обучение? Ну, во-первых, это не сомневаться по поводу стоимости. Честно скажу, когда первое время там я ходила, думала по цене, поверьте мне, эта цена, она абсолютно оправдана оправдана и разбита на части, поэтому лучше сейчас входить в курс и потом не жалеть, потому что когда следующий поток будет неизвестно, а те данные, которые, знания, которые вы можете получить, они намного ценнее, чем та стоимость, которую вы оплачиваете. Это первый момент. И второй момент... Желопытый. Да. И второй момент, на который я хотела обратить внимание, мы, конечно, всегда говорим, что все уроки остаются в записи, что все можно потом пересмотреть и заново там... Ну, или бы не быть в одном потоке со всеми, а как бы отставать, да. Но все-таки у меня получилась такая ситуация, что я входила там не с первого, а второго урока, если не ошибаюсь, третий, только я подключилась. И была где-то в середине обучения такая ситуация, что я пропустила один-два урока, потом догоняла. Но я прям четко поняла, что лучше и интереснее идти со всем потоком одновременно. Вот. И если у вас есть какая-то возможность, потому что у нас в Телеграме проходит очень много, ну, таких, как не игр, не знаю, как сказать, общих раскладов, да, в которых мы очень активно практикуемся. И если вы опоздали там на два-три, вы просто читаете и не понимаете. Два-три урока имеют. Вот. А когда ты со всеми вместе идешь одновременно, в потоке со всеми, то ты включаешься, практикуешься, и это намного качественнее ложится в голове, потому что когда есть практика на конкретном раскладе, на конкретной ситуации, это прям очень хорошо усваивается. Да, в чате, кстати, ученик. Да, мы активно участвуем, активно практикуемся на ваших же друзья-примерах, если кто пойдет. Джамиля, выражаю тебе огромную благодарность, что уделила время, пришла, очень рада была тебя видеть, очень рада была с тобой поговорить и желаю тебе хорошей практики, хорошего дня. Пока. И у нас осталась Виктория. Сейчас я приглашу Викторию. Так, пригласить в эфир. Виктория, заходи. Подключайся. Здравствуйте. Привет. Вот и ты. Ура. Очень рада тебя видеть. Большое спасибо, что пришла. Расскажи, пожалуйста, почему ты решила учиться именно у меня? Насколько я знаю, ты начинала... Да, я с нуля, и я более того, я так же, как и Аня, я в своё время очень бежала от Таро. У меня от Таро обучались братья, братья у меня близнецы, учились они вместе, раскладывали они мне тоже так, я с опаской, я говорю, ну ладно, ну посмотрите. Они такие разложат, а я причём никакой информации им вообще не говорила. Я говорю, откуда вы это знаете? Это всё Таро. И потом, где-то в декабре месяце, у меня вот начала просто дребезжать, что я хочу учиться на Таро пойти. Вот просто вот у тебя фикс появилась, и всё. И когда я вот в 11-м доме в Телеграме увидела, что будет курс, я не задумываясь, просто туда пошла. Я не смотрела ни одного водного эфира. Я просто интуитивно доверилась учителю и не прогадала, не пожалела. Потому что, несмотря на всю мою воздушность, луна у меня в козероге. Вот. Не, ну а что? У меня солнце воздушное, так что нормально. Ну, мы это уже обсуждали, да. У меня тоже воздушное солнце, но я очень такой приземлённый человек, и для меня было очень важно, что не было никакой лишней воды, было много вкусной, полезной информации, то есть, ну, прям много. И для меня, как для новичка, это было просто что-то вообще вау. То есть, ну, я тоже пришла, да, мне сейчас скажут, так, ну, вот эта карта эта, эта карта эта, сочетать это вот так, ну, как бы, да, такие мыслишки были, а тут нет, мы погружаемся в ступенчато. И что немаловажно, вот, хочу, да, сказать новичкам, про блокноты вам говорили, а я хочу сказать, делайте домашки. Вот, кстати, Виктория, ты практически, по-моему, все домашние задания выполняла. Ну, я там на каком-то этапе немножко застопорилась, но я вот сейчас вернусь в Москву и добью. Я жду. Да, жду. Вот, и не будешь пересматривать уроки, то есть, допустим, у меня, когда были у меня личные, да, какие-то сложности с трактовкой, я вот так садилась заново, открывала урок, и я его пересматривала. И более того, после того, когда я пересмотрела там один-два раза, у меня записи в блокноте, они дополнялись, и дополнялись, и дополнялись. Вот, у меня исписано, ну, вот, за время нашего такого небольшого обучения, у меня исписано три блокнота. Три. Обалдеть. Ну, вы бьете рекорды по блокнотам, конечно. Но отчасти я понимаю, почему, потому что я стараюсь информацию давать концентрированно, чтобы вот прям пользухи было очень много. Это я согласна. Как тебе сейчас торопомогают? Как ты их используешь? Ой, я вообще без них никак. Естественно, мое утро начинается с карты дня. Думаю, что же день ведущий мне готовит? Вот. У меня обращаются ко мне коллеги с просьбой сделать расклад. Но я тоже противная, я не всем его делаю. То есть, если я понимаю, то я, да, я себя понимаю, что как бы вот, ну, не надо, я не делаю. Я аккуратненько отказываю. Справедливо. Вот. Естественно, всегда горящая свеча. Всегда. Настрой. Ну, ты давай, это не выдавай. Всю информацию. А я... Это всю базу. Два фишечки. Настрой, да-да-да. Вот. Ну, и, конечно, что вот немало важно было, да, еще в обучении, это вот теплота общения в нашей группе. И там заходишь, и ты сразу первым делом, да, он глаза открыл, так, что там в чате? Девочки, кто хочет попрактиковаться. И тоже, что вот, ну, для меня было важно, что ты прошел урок, а на следующий день у тебя уже практика. То есть, ну, как бы... Нет такого, что прошел урок, через неделю практика, а ты уже все забыл. Да, здорово. Ну, и то, что вы, Ольга, когда с нами были на связи, отвечали на самые, наверное, ну, на наш взгляд, какие-то нелепые вопросы. Ну, нет. Нелепых вопросов, знаешь, второй нет. Я считаю, что лучше задать нелепый вопрос, чем остаться без ответа и потом что-то делать неправильно. Я смотрю на это так. Поэтому, да, вы можете пересматривать лекции. Это я говорю уже тем, кто собирается поступать или еще что-то делать, вести записи, но вы еще всегда можете спросить у меня. Я всегда отвечаю. Вот, Виктория знает. Виктория была очень активна на курсе, и меня, вот, честно, это радует на самом деле. Я люблю активных людей. Вот. Ну, я, честно говоря, жду следующий ваш курс, потому что мое сердечко, ну, все, у нас с вами навсегда. Ты у меня куратором, верно? Ну. Виктория, скорее всего, будет поддерживать, если что, и помогать в решении заданий. Все здорово. Спасибо тебе большое, что пришла. Рассказала, ну, как это есть. Давай, хорошего тебе дня и хорошей практики второго. Спасибо большое. Обнимаю. Обнимаю. Пока. Вот так, друзья, немножечко познакомила вас с моими выпускницами, и если вы хотите, ну, так же пользоваться картами, как мои ученицы сегодня, то welcome. Очень интересно. Анна, спасибо. Я очень рада. Так, на курсе будут изучаться прямые и перевернутые карты, или только прямые. Мы обязательно будем проходить и перевернутые карты, потому что это часть, часть обучения. Я вижу прекрасно, друзья, что сейчас говорят о перевернутых картах, какие книги выпускают, как этому обучают, и что это, ну, ни в коем случае никак не работает на практике. У меня есть своя отлаженная, хорошая система по перевернутым картам. Я этому уделяю достаточно большое внимание на курсе, чтобы, знаете, вот не бояться перевернутых карт, когда вот я вижу перевернутую карту. Все, у меня стопор. А, и что делать, да? То есть там, не знаю, перевернутая башня. Что это значит? Что все будет хорошо? Угу. И тут-то было. То есть есть очень четкий алгоритм их чтения. Ничего сложного в этом нет, если обучиться. Так что приходите, я научу. Все ученицы у меня теперь умеют. Так, Юля уже на курсе. Юля прекрасна, буду рада видеть. Джамиля пишет, вы после курса посмотрите по-другому на перевернутые карты, и у вас пробьется потолок знаний. Это точно. Я помню эту лекцию, когда я про это рассказывала, и всех действительно там было такое, ах, вот оно как работает. Это точно. Ну что ж, друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, моя информация сегодня будет вам полезной. Используйте ее во благо. Если будут какие-то вопросы, вы всегда знаете, как меня найти, спросить. Всегда буду рада быть полезной. И с вами прощаюсь на сегодня. Хорошей вам субботы.